В крови второго полицейского из Салсбери нашли следы яда. В крови второго полицейского из Салсбери нашли следы яда. 16-25-15 августа 2019 года. Обновлено. 17-8-15 августа 2019 года. РИА Новости. Алекс Макнатон. Военнослужащий в костюме химзащиты в Салсбери. РИА Новости. Алекс Макнатон. Военнослужащий в костюме химзащиты в Салсбери. Архивное фото. Лондон, 15 А в Крия новости. В крови еще одного полицейского, участвовавшего в операции в Салсбери после отравления Сергея Юлией Скрипалей, обнаружили нервно-паралитическое вещество, заявили в полицию Великобритании. Отмечается, что образцы крови были взяты во время инцидента, содержание в них яда подтвердили детективы антитеррористического подразделения. 8 августа, 17 двоеточие 27 акцента радио «Спортник» на Скотланд-Ярд ближе. Голос у разума в деле Скрипалей добавили басу пока правилам «Эй, с делом Скрипалей все было более-менее ясно». Но власть-то сменилась. А сменилась ли концепция, так и не сказали. И как себя вести Скотланд-Ярду, если у него нет ни одного доказательства причастности России к происшествию в Салсбери? Полицейский, чье имя не называется, получил небольшую дозу вещества, прошел необходимое лечение и вскоре вернулся к своим обязанностям, говорится в сообщении. Таким образом, полиция выявила четвертого человека, подвергшегося воздействию нервно-паралитического вещества, подчеркнули в заявлении. Помимо Сергея Юлии Скрипаль, в Салсбери также пострадал сотрудник полиции Ник Билли, который работал на месте инцидента. Дело Скрипалей. В начале марта прошлого года в Салсбери отравили бывшего полковника Гру Сергея Скрипаля, осужденного в России за газизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон тут же обвинил Москву в нападении. 9 августа, 08.00 РИА Новости Скотланд-Ярд ищет след Путина.